Девушки отдыхают Олимпийский комитет России огласил список россиян, допущенных до участия в играх в Пхенчане. В него вошло 169 спортсменов, в их числе трое представителей нашего региона. В Южной Корее выступят Мария Васильцова, Даниил Дильман и красноярец Николай Алюнин, который в параллельном зачете выступает и за Новосибирскую область. Все трое представляют дисциплину сноуборд-кросс. Лыжница Елена Соболева, а также бобслист Михаил Мордасов в окончательный список участников Олимпиады не попали. В общей сложности в составе команды олимпийские спортсмены из России выступят 169 атлетов в 15 видах спорта. Самое большое представительство россиян в сноуборде, фристайле, фигурном катании и хоккее. А вот в скелетоне выступит всего один российский спортсмен. В биатлоне по два человека в женской и мужской команде. Олимпийские игры в Пхенчане пройдут с 9 по 25 февраля. Новосибирские сноубордисты выйдут на старт 15 и 16 февраля. В Новосибирске в начале февраля пройдет первенство России по самбо среди девушек. Сейчас сборная области готовится к турниру на сборах. За одной из тренировок наблюдал Константин Бухтатов. На базе Олимпийская сейчас идет важная подготовка. Причем не только для новосибирских спортсменок. В начале февраля в наш город приедут все сильнейшие представительницы самбо до 17 лет. Но уже сегодня Новосибирск постепенно принимает гостей. Пока лишь для сборов. Первый раз мы в таком масштабе проводим сборы именно у девушек по подготовке к России и с привлечением иногородних команд. То есть у нас здесь девушки из Чувашии приехали вчера. С Красноярска обещали подъехать. Бийск, Барнаул, ближайшие города также задействованы. Все отлично. Климат хороший. Ничего почти не отличается от Дальнего Востока. Только может быть чуть-чуть потеплее. Три раза становилась первой на Дальнем Востоке. Уровень там оценили, наверное, соперницы. Ну, там, конечно, послабее, потому что и народу не так много, как на России. Ну, на России очень много соперниц, и они очень сильные. Задачу на эти сборы озвучивают старшие тренеры новосибирской команды. Подтянуть тактическое мастерство. Нередко соперницы между собой уже встречались и знают, как бороться друг с другом. Поэтому сейчас важно выстроить модель поединка. Девочки у нас молодые, да, перспективные. Но если анализ делать общий, то у нас совсем молодая команда. Процентов, наверное, 70 состоит из 2002 года рождения. А соревнования будут по 2000-2001 году. У нас 2000 девочек вообще нет. Если мы завоюем одну-две путевки на Европу либо мир, я думаю, будет это отличный результат. Для нашего региона на предстоящем первенстве страны выделена двойная квота участников. Всего на соревнования мы можем выставить 16 девушек. Правда, как уже отметил тренер, выстрелят не все. Москва сильная команда. Дальневосточный тоже сильная команда. Думаю, в этом году мы тоже составим хорошую конкуренцию. То есть состав большой. И есть девчонки конкурентоспособные, которые надеемся на медали. Особая надежда на призеров прошлогодних первенств. Одна из них – Юлия Трегубова. Ровно год назад в Перми она стала третьей. Есть какая-то небольшая уверенность, а с другой стороны ответственности больше. С чем связана ответственность? Ну, потому что планка уже поднята и надо ей придерживаться. Тренировки два раза в день плюс зарядка. Нагрузка тут нормальная, но самочувствие не очень, потому что вес гоняю. И вот из-за этого на тренировках полную силу, очень тяжело выкладываться. Ирина Иванова поднималась на пьедестал почета российских турниров дважды. Но соревнования в Новосибирске станут для нашей землячки первыми домашними. Волнение не скрывает. Мне кажется, да, родные стены будут помогать все равно. Ну, конечно, первый раз непривычно будет выступать в своем городе. Посмотрим. Я думаю, поможет. Наверное, и стены должны помочь, и болельщики, и родители. И, соответственно, здесь моральная ответственность тяжелая. Тяжело бороться. Посмотрим, проверим. Сейчас график тренировок у девушек такой. Подъем в 7.30, разминка и последующая после завтрака утренняя двухчасовая тренировка. Еще раз на ковер спортсменки выходят вечером. Тоже на два часа. Для многих такое расписание сборов уже привычное. И трудностей не вызывает. Я пришла на учебу, и у нас было объявление, набор самбо, ну, секция самбо. Я что-то решила попробовать. Думаю, ну, схожу пару раз, может понравится. И вот сходила, и до сих пор уже шестой год в борьбе. Как бы нахожусь, мне очень нравится. Главное поставить высокую цель и идти к ней, и больше ничего не надо. Первенство России по самбо пройдет в Новосибирске в спортивном комплексе «Заря» 7 и 8 февраля. Отмечу, первые два места в каждой весовой категории отправятся на международные старты. Серебряные призеры на первенство Европы, победители на первенство планеты. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на аккаунт программы в Инстаграме. Там вы найдете много интересного о новосибирском спорте. С вами была Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова